Наступление 2019 года оказалось приятным не для всех кыргызстанцев. С 1 января повысились штрафы за нарушение правил дорожного движения в целых 10 раз. К тому же заработал новый кодекс. Теперь усиливается административная ответственность за ложный вызов милиции или скорой, несоблюдение тишины и курение в общественных пунктах, выброс и сжигание мусора. Но самым резонансным нововведением оказались штрафы за плевки в общественных местах. Протесты из социальных сетей перенеслись в реальность. Этот молодой мужчина записал видео, где демонстративно плюется возле главного административного здания Кыргызстана. Здесь заседают президенты и депутаты парламента. Я посвящаю это бывшим и нынешним чиновникам, которые обворовывают страну и ввязали государство в долги. Также тем правителям, которые ни на что не способны. Вот, смотрите. Видео вызвало большой резонанс. Кто-то осуждает парня, другие поддерживают. Спустя сутки на просторах интернета появилась еще одна видеозапись. На ней уже другой молодой человек смачно плюется и сообщает о готовности заплатить штраф в 80 долларов. Таким образом и он заявляет о своем протестном настроении в отношении власти, которая якобы нашла новые пути финансового ущемления граждан. Автора флешмоба милиция уже допросила. Сотрудниками ОВД Первомайского района города Бишкек в администрацию Первомайского района города Бишкек вместе с собранными материалами был доставлен гражданин ЗР 92-го года рождения. Все собранные материалы и данный гражданин были доставлены в органы местного соуправления Первомайского района города Бишкек для принятия решения. Согласно Кодексу о нарушениях, ответственность правонарушителей теперь рассматривается органами местного самоуправления. Однако непонятно, кто именно будет этим заниматься. Сам мэр или какой-либо специальный отдел? По всей видимости, на эти вопросы не знают ответов и сами местные власти. От интервью столичный муниципалитет отказался. Там сослались на то, что пока еще не получили на руки утвержденного положения. А ведь закон-то уже вступил в силу 1 января. О том, что нет четких механизмов исполнения статьи и правила, вступили в силу недоработанными, говорит и журналист Гульзада Шаршиналиева. Кто это будет проверять? В каких условиях будут проверять? Кто имеет право подходить? Как это вообще будут доказывать, что человек плюнул в ненужное место, в ненужное время? Куда эти деньги будут направлены? Да. Поэтому вообще закон, когда чики, то есть недоработанный, сырой и непонятный. Поэтому вот люди выходят в Белый дом, плюются. Недовольна Гульзада Шаршиналиева еще и сумма штрафа, которая, по ее словам, взята из воздуха. Не учли ни размеров средней зарплаты, ни общего дохода населения, для которого 80 долларов – это большие деньги. Кстати, юридические лица за свои плевки заплатят еще больше – почти 250 долларов. Запретить плевать? Это что, с собой сумочки носить? Я отрицательно отношусь. Получилось так смешно, как будто это психологическая разрядка для народа. Им давно хотелось плюнуть за многие другие дела нашим чиновникам. У нас нужно ввести такую меру уже давно, потому что много плевков на улицах. Везде плюются, и мы наступаем на плевки, и болезнь появляется. Ну, мне кажется, лучше штраф взять. А где мы найдем эти деньги? Я лично против штрафов. Нормально, думаю, что придумали такой закон. Потому что нормальный человек не будет плеваться на ровном месте и на дорогах. Одна из первых инициатив против уличных плевков была поднята два года назад. Тогда активист Куштарбек Маматалиев инициировал социальную акцию. По улицам Бишкека расклеивал наклейки с призывом «не плевать». Идею молодого человека поддержал даже тогдашний президент Алмазбек Атамбаев, вручив ему в поддержку 50 тысяч сомов. Это чуть больше 700 долларов. Чтобы люди хоть увидели, может быть, задумались. Джазгури Гембердиева, Самат Алыжбаев, Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек.